Всем привет! Сегодня в ремонте Mac Pro 17 A12-97 2009 года выпуска. Огромная и тяжелая машина, которая сейчас пользуется большой популярностью среди яблоколюбов. Ко мне ноутбук попал после московского сервиса, где аппарат пролежал больше месяца, но там так и не смогли дать жизнь этому старичку. Владелец использовал этот Mac как док-станцию и подключал к нему внешний монитор, так как отсутствовало изображение на матрице. Собственно по этой причине ноутбук и был отдан в сервис. Сейчас ноутбук не реагирует на кнопку включения, а при подключении кабеля зарядки не загорается индикатор цепи MagSafe. Хотя владелец утверждает, что сдавал ноутбук рабочим, ну почти рабочим. Кто-то где-то что-то замкнул, либо кто-то что-то недоговаривает. Ладно, любители детективов на других каналах. После разборки вижу, что аккумулятор отключен и это правильно. Дальше сразу бросается в глаза погрызанный коннектор матрицы, любовно заклеенный к куском бумажного скотча. К нему мы еще вернемся. Разбираем дальше. По классике вижу сломанный разъем клавиатуры. За месяц пятый маг с таким дефектом. После снятия платы нигде не увидел следов ремонта, как будто ее и не извлекали из корпуса. Прошелся по основным питаниям на предмет короткого замыкания, но его там нет. При подключении зарядного устройства все напряжения для старта платы присутствуют. Но как мы помним, индикатор MagSafe не горит. А если плата не общается с зарядником, то запуска не будет. А это что у нас тут за фиксик? Слушай, что тут сломалось? По схеме линия Adapter Sense имеет подтяжку к 3 вольтам, которая формирует микросхема U6915, которая в свою очередь питается с основного через транзистор Q6910. Глядя в микроскоп на вышеупомянутый транзистор, замечаю небольшую дырочку от прогара, что свидетельствует о его неисправности. Меняем. После замены обмен заработал и больше проблем в цепях питания не обнаружено. Ну что ж, попробуем включить ноутбук. Для наглядности процесса инициализации подключил динамик. Гонг есть. Проверяем картинку. Так, какие-то движения на матрице есть. Заливается темным, но разглядеть изображение не получается. Возвращаемся к разъему матрицы. На одном из его выводов заниженное сопротивление и занижена она со стороны матрицы. Поэтому, как бы не хотелось, но нужно разбирать экран. Хорошо еще модель старой. На экране наклеена рамка, а не стекло, как на более молодых моделях. Сейчас два подозреваемых. Шлейф и сама матрица. Но после разборки, взяв шлейф в руки, я сильно начал сомневаться, что в нем могли переломиться провода. Так как они толстенные. Значит замеряем пин на матрице. И да, вот они, те самые 5 Ом. Мда уж. Облазив интернет, матрицу на этот аппарат в своем регионе. Я так и не смог найти. Зато нашел экран в сборе. Правда от модели 11 года. Внешне даже симпатичнее выглядит. По приезду запчасти сразу подключил матрицу для проверки. Есть изображение. Как говорит один популярный ремонтник, бобер, выдыхай. Ну все, грузимся в ОС, тестируем, собираем и выдаем. Это еще что за кракозябры. Неужели экран с дефектом? Поэтому и продавали со скидкой. Но позже при помощи специального инструмента диагностика, в простонародье указательный палец, выяснилось, что если слегка надавить на середину платы, то артефакты пропадают. Значит снова снимаем плату и смотрим, кто у нас там артефакт. Вот он этот коварный тип MCP79 со встроенным видиком. Именно через него и выдается изображение на старте. Готовлю плату к пайке и снимаю чип. А под ним на одном из углов обнаружили серые пятаки. Так называемая холодная пайка. Ладно, это не сложно исправить. Нужно лишь залудить пятаки, отриболи чип и запаять зад. Как вы можете заметить, артефакты исчезли. А значит тестируем, собираем, отдаем. Но опять нет. По прошествии 5 часов тестов, после перезагрузки изображение пропало навсегда. MCPшка не пережила пайку и отправилась в электронный мир. В сотый раз разбираю ноутбук. Благо чипы есть в наличии по месту и судя по описанию еще и новые. Но забегая наперед, нифига они не новые. Царапины на кристалле, криво посаженные шары, остатки ворса. Выбора нет, поставлю этот, но закажу в запас парочку у проверенного поставщика. А в случае чего поменяю по гарантии. Клиент об этом предупрежден. Вот теперь точно все. Ноутбук успешно починен, протестирован и уже радует своего владельца. Цена ремонта 100 тысяч тенге или чуть больше 200 долларов. Много это или мало, предлагаю обсудить в комментариях. До встречи и всем Честер.